2 декабря 1907 года. Эндрю Карнеги. Вчера я получил письмо для Эндрю Карнеги, который как раз справляет свое 70-летие с помощью друзей. И я поехал в город передать ему это письмо, предварительно предупредив его по телефону, что приеду в середине дня. Я приехал в его дворец вскоре после трех и передал письмо. Затем мы удалились в комнату, которую он называет своим уютным уголком, чтобы поболтать, пока я буду ждать мистера Брайса, британского посланника. Он должен был с кем-то повидаться, но просил меня подождать, так как скоро вернется. Я охотно согласился, ибо много лет встречаюсь с мистером Брайсом, главным образом за его гостеприимным столом в Лондоне, и всегда не только уважал и почитал его, но также благоговел перед ним. Прождав час, я убедился, что дальше ждать бесполезно, но этот час не пропал даром, ибо Эндрю Карнеги за все то долгое время, что я его знаю, всегда представлял собой интересный объект для изучения. А вчера он, как всегда, был на высоте. Если бы я хотел кратко охарактеризовать мистера Карнеги, я назвал бы его «человек без утайки». Он ничем не отличается от прочих представителей рода человеческого, стою лишь разницей, что прочие представители пытаются утаить свою истинную сущность, и им это удается, тогда как Эндрю пытается утаить свою сущность, но ему это не удается. Вчера он был в ударе, и все время разоблачал себя, казалось, сам того не сознавая. Я не могу взять на себя смелость заявить, что он этого не сознавал. Казалось, пожалуй, более подходящее выражение. Он всегда говорит только на одну единственную тему — о самом себе. Не то чтобы он упражнялся в автобиографическом жанре, не то чтобы он рассказывал вам, как он, одинокий, бедный юноша, мужественно боролся за существование в чужой стране, не то чтобы он рассказывал вам о настойчивости и упорстве, с какими он умножал свои богатства, преодолевая препятствия, которые наверняка сломили бы всякого другого человека, находящегося в подобном положении. Не то чтобы он рассказывал вам, как он, наконец, достиг вершины своих честолюбивых стремлений и сделался повелителем двадцати двух тысяч человек и обладателем одного из трех самых гигантских состояний своего времени. Нет. Что касается этих успехов, то вы едва ли найдете человека столь же скромного. Он почти никогда, даже мимолетно, не упоминает о них. И тем не менее, как я уже сказал, его излюбленная тема, единственная тема, которой он страшно интересуется в данный момент, то есть тот момент, когда он находится в обществе, это он сам. Но каким образом он превращает самого себя в свою тему? Вот каким. Он бесконечно, беспрерывно и неустанно говорит о тех знаках внимания, которые ему оказывают. Иногда это существенные знаки внимания, но чаще всего они весьма незначительны. Но все равно ни один знак внимания не остается незамеченным, и он любит упиваться ими. Его друзья с ужасом замечают, что, беспрестанно добавляя новые знаки внимания к своему списку, он никогда не вычеркивает из этого каталога ни одного старого залежалого знака, чтобы освободить место для более свежих. Он выкладывает перед вами полный и подробный список, и вы должны принять его целиком, включая последние поступления, если на это хватит времени и если вы это переживете. Это самое тяжкое испытание из всех, какие я знаю. Он — новоявленный старый моряк. Совершенно невозможно отвлечь его от этого излюбленного предмета. В вознеможении и отчаянии вы пытаетесь отвлечь его всякий раз, когда вам представляется возможность. Но эти попытки никогда не удаются. Он использует ваши замечания как предлог для того, чтобы снова вернуться к своей теме. Года два назад Гилдер из Сенчури и я приехали к мистеру Карнеги по одному делу, связанному с генералом Карлом Шурцем, который в то время был тяжело болен. Мы условились посетить вместе с мистером Карнеги семью Шурца, он его ближайший сосед, после чего наша миссия была окончена, и мы хотели удалиться, но не тут-то было. В своем кабинете мистер Карнеги носился от фотографии к фотографии, от автографа к автографу, от одной книги с авторской надписью к другой, жужжа над ними, словно упоенная счастьем калибри, ибо каждый из этих предметов представлял собой комплимент мистеру Карнеги. Некоторые из этих комплиментов стоили того, чтобы их хранить и помнить, но некоторые совершенно того не стоили. Некоторые были знаками искреннего восхищения человеком, который щедрой рукой раздавал миллионы долларов на библиотеке Карнеги, тогда как другие были явными знаками почтения к его денежному мешку. Но каждый из них был для него источником радости, и он, захлебываясь от восторга, говорил о них, расписывал их и распространялся о них. Одним из этих сувениров было стихотворение, сочиненное рабочим из Шотландии. Это недурное литературное произведение весьма музыкально воспевало славные деяния Эндрю. Оно было написано на шотландском диалекте, и Эндрю прочитал его нам и прочитал хорошо, так хорошо, что ни один человек, родившийся за пределами Шотландии, ровно ничего не мог понять. Затем он рассказал нам о том, как король Эдуард нанес ему визит в замке Скиво в Шотландии. Мы уже раньше слышали, как он читает это стихотворение и рассказывает о визите короля, но мы были обречены на то, чтобы и впоследствии еще много раз услышать, как он читает это стихотворение и рассказывает об этом визите. Когда сей предмет был явно исчерпан, мы надеялись ускользнуть, но этому не суждено было сбыться. Он водил нас из одной комнаты в другую, заставляя заходить в каждую под предлогом того, что там находится нечто достойное нашего внимания. Однако там неизменно оказывалось все то же, либо золотая шкатулка, в которой хранилась хартия вольности города Лондона, Эдинбурга, Иерусалима или Иерихона, либо большая фотография, изображающая всех литейщиков, которых он вспоил, вскормил и сделал миллионерами. Эту фотографию они ему преподнесли, заодно устроив в его честь банкет. Либо это оказывались полки, мы вынуждены были их осмотреть, набитые сверху донизу, присланными со всех концов света, заявлениями с просьбой учредить библиотеку Корнеги, либо это было то, все, пятое, десятое, или черт знает, что еще в форме какого-нибудь распроклятого знака внимания, который был когда-то ему оказан. Но самым раздражающим во всем этом было следующее. Ему ни на секунду не приходило в голову, что все эти знаки внимания большей частью были данью его деньгам, а вовсе не ему самому. Он купил себе славу и заплатил за нее наличными, он тщательно обдумал и подготовил эту славу, он устроил так, чтобы его славное имя не сходило с уст грядущих поколений, он искусно, ловко и надежно обеспечил осуществление своих планов и добьется того, чего хотел. Каждый город, поселок или деревня на земном шаре может получить публичную библиотеку на следующих неизменных условиях. Когда заявитель соберет половину необходимой суммы, Корнеги предоставит вторую половину, а на здании библиотеки должно быть на вечные времена начертано его имя. В течение последних шести-восьми лет он ежегодно затрачивал на это дело шесть или семь миллионов долларов. Он продолжает это до сих пор. По планете уже разбросано множество библиотек Корнеги, и он все время вносит добавления в их список. После его смерти наверняка окажется, что он отложил огромную сумму, годовые проценты, с которой должны до скончания времен использоваться на учреждения библиотек Корнеги. Я уверен, что через три или четыре столетия мировая сеть библиотек Корнеги будет значительно гуще, чем сеть церквей. Это весьма дальновидный план, и он внушит многим уверенность в том, что Корнеги — человек дальновидный во многих других более важных вопросах. Я не сомневаюсь, что он обладает дальновидностью в великом множестве мелких вопросов. Такой дальновидностью обладают флюгеры или ловкие спекулянты. Такая дальновидность помогает человеку, правильно высчитав уровень воды, входить в гавань с приливом, выходить из нее с отливом, постоянно оставаясь на гребне волны. Тогда как другие, не менее умные люди, которые, однако, привержены скорее принципам, нежели выгоде, непременно сядут на миль. Весьма возможно, хотя и маловероятно, что Корнеги думает, будто публика считает его библиотечный план проявлением широкой и бескорыстной благотворительности. Тогда как на самом деле публика ничего подобного не считает. Публика благодарна мистеру Корнеги за его библиотеки и рада видеть, что он тратит свои миллионы на такое полезное дело. Но она не обманывается относительно его мотивов. Это происходит не потому, что публика умна, ибо публика отнюдь не умна, а лишь потому, что предубеждение публики против мистера Корнеги мешает ей обмануться в мотивах Корнеги. Публика обманулась в мотивах президента Рузвельта, когда он издал противозаконный приказ 78, но это произошло потому, что публика была охвачена восторгом перед нашим маленьким кумиром. Даже глупые люди, не входящие в святую республиканскую общину, знали, что приказ 78 попросту налет мастеров по подкупу избирателей на государственное казначейство. Было бы несправедливо утверждать, будто мистер Корнеги жертвует деньги всего лишь с целью приобретения славы. Он не раздает сколько-нибудь крупные суммы, не имея в виду создать рекламу, но можно привести примеры, когда требуемое признание приходящее и быстро предается забвению. Однако вернемся ко вчерашнему посещению мистера Корнеги в его дворце. Одно из его первых замечаний было весьма характерно, характерно в следующем отношении. В нем упоминалось о новом знаке внимания, который он получил, характерно также и в следующем отношении. Он без всяких церемоний притянул этот знак за уши, даже не утруждая себя поисками удобного предлога. Он сказал, «Я был в Вашингтоне и виделся с президентом». Затем он добавил, с тем заученным и испытанным неврежным видом, какой принимают люди, собираясь констатировать факт, которым они гордятся, но не желают этого показать. Он просил меня приехать. Я знал, что он это скажет. Если верить Корнеги, то он никогда не ищет общество великих мира сего. Великие мира сего всегда ищут его общество. Он рассказал мне об этой беседе. Президент просил у него совета по поводу существующего ныне в Америке бедственного положения в области коммерции. И мистер Корнеги дал ему этот совет. Весьма характерно для мистера Корнеги было то, что он не вдавался в подробности совета, который он дал, и не пытался восхвалять себя как советчика. Это любопытно. Он знал, и я знал, и он знал, что я знаю, что он вполне может давать советы президенту, и что данный им совет в высшей степени важен и ценен. И все же он не стал тратить на него хвалебных слов, он никогда не хвастается своими подлинными успехами, своими великими успехами. Они, по-видимому, ничуть его не интересуют. Он интересуется весьма сильно лишь лестью, которая потоками изливается на него под видом похвал, а также другими приятными мелочами, которые другие люди тоже ценят, предпочитая, однако, скрывать этот факт. Я должен повторить, что он внушает изумление своей истинной скромностью относительно совершенных им великих дел и своим детским восторгом перед пустяками, которые питают его тщеславие. Мистер Корнеги знает самого себя не лучше, чем если бы он впервые познакомился с самим собой позавчера. Он считает себя резким, прямым и независимым человеком, который высказывает свое мнение в письменной и устной форме с какой-то сверхнезависимостью в духе 4 июля, тогда как на самом деле он, подобно всем прочим представителям рода человеческого, смело высказывает свои мысли лишь в том случае, когда это совершенно безопасно. Он думает, что презирает королей, императоров и герцогов, тогда как, подобно всем прочим представителям рода человеческого, способен целую неделю упиваться малейшим знаком внимания со стороны любого из них и семь лет подряд восторженно болтать на эту тему. Я пробыл там около часа и уже собирался уходить, когда мистер Корнеги вдруг, по всей видимости, совершенно случайно, вспомнил нечто, что выскочило у него из головы. Это нечто на самом деле крепко засело у него в голове и не выскакивало оттуда ни на одну секунду в течение всего часа, и об этом нечто он ужасно хотел мне рассказать. Он вскочил и воскликнул. — Постойте минутку. Я помню, что хотел вам кое-что сообщить. Я хочу рассказать вам о моей встрече с императором. Он имел в виду германского кайзера. Его слова тотчас вызвали перед моими глазами картину. Корнеги и кайзер. Так сказать, линейный корабль и бруклинский паром. Солидный высокий мужчина и крохотная божья тварь. Булавка, которой жена Голиафа пришпилила бы к веревке свою кофту, вывешенную для просушки. Во всяком случае, могла бы пришпилить, если б захотела. Я представил себе смелое крупное лицо кайзера, независимое лицо, каким я его помню, и представил себе поднятое к нему другое лицо, хитрую лисью мордочку, обрамленную седыми бакенбардами, счастливую, восторженную, осиянную священным пламенем мордочку, и услышал нечленораздельный писк. — Неужто я в раю? Или это всего лишь только сон? Я должен немного остановиться на росте Корнеги, если можно назвать это столь громким именем, ради грядущих поколений. Грядущие поколения будут счастливы услышать об этой черте от очевидца, ибо вопрос о росте неизменно будет интересовать грядущие поколения, когда они станут читать о Цезаре, Александре, Наполеоне и Корнеге. По правде говоря, мистер Корнеги нисколько не ниже Наполеона, а он нисколько не ниже многих других прославленных в истории мужей, но он почему-то выглядит ниже ростом, чем на самом деле. Он выглядит невероятно, неправдоподобно низеньким. Я не знаю, чем объясняется это явление, я не знаю его причины, и потому должен оставить его без объяснений. Но всякий раз, когда я вижу мистера Корнеги, я вспоминаю один случай, который произошел в уголовном суде Хартфорда лет за десять до того, как я в 1871 году поселился в этом городе. Там жил крохотный адвокатик по имени Кларк, который прославился двумя вещами — своей миниатюрностью и своей необыкновенной дотошностью при перекрестном допросе свидетелей. Рассказывали, что когда он кончал допрос свидетеля, последний превращался в выжатый лимон. За одним исключением. Это был единственный случай, когда свидетель не превратился в выжатый лимон. Свидетельницей была ирландка, огромного роста, которая давала показания по своему собственному делу, по делу об изнасиловании. Согласно ее показаниям, она, проснувшись поутру, увидела лежавшего рядом с нею обвиняемого и обнаружила, что ее изнасиловали. Сударыня, неужели вы надеетесь заставить присяжных поверить в столь небывалое чудо? Если кто-нибудь способен принять всерьез такую несообразность, вы могли бы с таким же успехом обвинить в этом деле меня. Представьте себе, что вы проснулись и увидели, что рядом с вами лежу я. Что бы вы подумали? Ирландка критически смирила его неторопливым, проницательным взором и промолвила. — Я бы подумала, что у меня был выкидыш. Итак, Корнеги вскочил и заявил, что хочет рассказать мне о своей встрече с императором, а затем поведал мнение же следующее. Мы с Тауэром поднялись на борт Гогенцолерна, совершенно неофициально, во всяком случае, поскольку речь идет обо мне, ибо для меня императоры и простые смертные совершенно равны, и поэтому я не заботился о том, чтобы о моем прибытии каким-либо образом возвещали. На палубе стоял император, он говорил, а собравшаяся в некотором отдалении обычная пышная толпа позолоченных и блистательных военно-морских и гражданских чинов, почтительно слушала его речь. Я остановился в стороне, спокойно наблюдая, и погрузился в свои мысли. Император не знал, что я прибыл. Вскоре посол сказал, — Ваше Величество, здесь присутствует американец, которого вы неоднократно желали видеть. Кто это, Ваше Превосходительство? Эндрю Карнеги. Император вздрогнул. Это движение можно было бы выразить словами о Боже, и проговорил, — Ага, человек, которого я хотел видеть, приведите его ко мне. — Приведите его ко мне. Он сам пошел мне навстречу, сердечно пожал мне руку и, смея, сказал, — Мистер Карнеги, я знаю, что вы убежденный и неисправимый, независимый, что вы уважаете королей и императоров не больше, чем всех прочих людей, но мне это нравится, мне нравится человек, который имеет свое мнение и говорит то, что думает. Не заботясь об одобрении высшего общества. Это правильный дух, это смелый дух, и на нашей планете его слишком мало. Я сказал, — Я рад, что вы, ваше величество, готовы принять меня таким, какой я есть. Мне не пристало отрицать, опровергать или даже смягчать то, что ваше величество сказали обо мне, ибо это чистая правда. Я при всем желании не мог бы не быть независимым, ибо дух независимости — свойство моей натуры, а натура человека — нечто прирожденное, а не благоприобретенное. Но, тем не менее, ваше величество, есть вещи, перед которыми я благоговею. Что я уважаю, почитаю, перед чем благоговею и чему поклоняюсь? Это человек. Человек, цельный человек, бесстрашный человек, мужественный, разумный и справедливый человек. Мне безразлично, родился ли он в Канаве или во дворце. Если он человек, я перед ним преклоняюсь. — Ваше величество, человек, цельный человек, мужественный человек, и я уважаю вас именно за это, а не за ваше высокое положение в мире. И так далее, и тому подобное. Это была битва комплиментов, словословия и до неприличия безмерных восторгов с обеих сторон. Некоторые речи, адресованные мистером Карнеги императору, представляли собой возвышенные, напыщенные, витиеватые, оглушительные образцы ораторского искусства, и теперь, произнося их снова, он воспроизводил их энергично, темпераментно, яростно жестикулируя. Это было прекрасное и волнующее зрелище. — Мы все похожи друг на друга, внутренне. Мы похожи друг на друга также и внешне, все за исключением Карнеги. Хотя мы скептически настроенные демократы, мы захлебываемся от счастья, когда нас замечает герцог, а когда нас замечает монарх, то мы до конца дней своих страдаем размягчением мозга. Мы изо всех сил стараемся умолчать об этих бесценных встречах, и порою некоторые из нас ухитряются держать своих герцогов и монархов про себя. Это стоит нам немалых трудов, но порою нам это удается. Что касается меня, то я так старательно и настойчиво тренировался в этом виде самоотречения, что ныне могу спокойно и безучастно наблюдать, как возвратившийся из Европы американец небрежно и с благодарностью подражает графам, с которыми встречался. Я могу наблюдать молча и безмятежно, не пытаясь вывести его на чистую воду и заставить его раскрыть свои карты, хотя у меня у самого припрятаны на всякий случай три короля и парочка императоров. Для того, чтобы достигнуть таких высот самопожертвования, требуется очень много времени, и Корнеги их не достиг и никогда не достигнет. Он любит говорить о своих встречах с монархами и аристократами, любит говорить об этих великолепных, искусственно созданных кумирах слегка презрительным и сочувственным тоном, пытаясь показать, будто эти встречи вовсе не самые драгоценные безделушки в сокровищнице его памяти. Но он всего лишь человек, и поэтому не может окончательно обмануть даже самого себя, не говоря уже о своей кошке. При всем его снисходительном презрении восторг Корнеги по поводу его связи с великими мира сего доходит до мании. Прошло уже, наверное, не меньше четырех лет с тех пор, как король Эдуард посетил его в замке Скиба, и все же я готов биться об заклад, что с той поры не было дня, когда бы он не рассказывал об этом кому-нибудь и не распространялся о том, будто он придавал так мало значения визиту, что даже забыл о нем, вследствие чего королю пришлось ждать, пока мистера Корнеги известят о его приезде. Мистер Корнеги никогда не может оставить в покое визит короля. Он во всех подробностях рассказывал мне о нем не меньше четырех раз. Когда он прибег к этой пытке во второй, в третий и в четвертый раз, он, разумеется, знал, что это второй, третий и четвертый раз, ибо у него превосходная память. Я уверен, что он не пропустит ни одного случая рассказать о визите короля без того, чтобы не выжать из этого случая, все возможное. У него есть привлекательные качества, и он мне нравится, но вряд ли я смогу еще раз выдержать визит короля Эдуарда. В разговоре о своем недавнем посещении президента, по его вызову, мистер Корнеги необыкновенно деликатно критиковал некоторые последние безумства мистера Рузвельта. Одно из них – это отказ президента от своего прошлогоднего требования – строить по одному линейному кораблю в год и замена этого требования политикой, которой он придерживается с прошлой недели. Он требует немедленно построить четыре линкора стоимостью в 69 миллионов долларов. Корнеги намекнул ему, весьма сдержанно и дипломатично, что этот внезапный приступ воинственности не совсем гармонирует с тем положением в мире, коего мистер Рузвельт так старательно добивался, с положением голубя мира, который получил Нобелевскую премию размером 40 тысяч долларов за то, что он – самый главный голубь мира на земном шаре. Мистер Корнеги, кроме того, посоветовал в осторожных дипломатических выражениях отложить строительство кораблей и использовать эти 69 миллионов на улучшение водных путей страны. Я сказал, что предложение отказаться от линкоров – добрый совет, но что президент ему не последует, ибо такой отказ будет противоречить его политической программе, которая состоит в том, чтобы совершать необычайно эффектные деяния и заставлять всех говорить о себе. Мистер Корнеги осторожно играл этим намеком на безумие. Он ничем себя не выдал, но я этого от него и не ожидал. Он не имел оснований посвящать меня в опасные политические тайны. Да ему и незачем было говорить мне то, что я уже знал. А именно, в Америке нет ни одного разумного человека, который втайне не был бы уверен, что президент основательно и по всем признакам безумен, и что его следовало бы посадить в сумасшедший дом. Я сказал, не требуя ответа и не ожидая его. Мистер Рузвельт — это Том Сойер политического мира XX века. Он всегда пускает пыль в глаза, всегда ищет возможности пустить пыль в глаза. В его воспаленном воображении Великая Республика — это цирк Барнума. Сам он клоун, а весь мир — зрители. Если бы он хоть наполовину был уверен, что ему удастся пустить пыль в глаза, он готов был бы отправиться в Галифакс. А если бы окончательно уверился в этом, то отправился бы прямо в преисподнюю. Мистер Корнеги одобрительно хихмыкнул, но ничего не ответил. Впрочем, я и не ожидал, что он что-нибудь скажет. Как я уже говорил, мистер Корнеги коснулся двух вопросов, которые возникли во время его визита в Вашингтон. Об одном из них я уже упоминал. Это четыре корабля, а второй — в Господа веруем. В далекие времена Гражданской войны была предпринята попытка вставить имя Божие в Конституцию. Эта попытка провалилась. Однако удалось прийти к компромиссу, который частично удовлетворил почитателей Божества. Бога не вели в Конституцию, но зато предоставили ему почетное место на монетах страны. С тех пор на одной стороне монеты у нас красовался Индеец или Богиня Свободы или что-то в этом роде, а на другой стороне мы выгравировали надпись «В Господа веруем». Ну вот, после того, как эта надпись, никому не причиняя вреда, беспрепятственно оставалась там лет сорок, на днях президенту, как выражаются в народе, вдруг ни с того ни с сего что-то ударило в голову, и он приказал удалить эти слова из нашей монетной системы. Мистер Корнеги признал, что это несущественно, что монета без надписи имеет точно такую же стоимость, как и с надписью, и сказал, что осудил не действия президента, а лишь его доводы. Президент приказал изъять этот девиз, потому что монета вводит имя Божие в неподобающие места, и что это профанация святого имени Божия. Корнеги возразил, что имя Божие и так всегда попадает в неподобающие места, и что, по его мнению, аргументация президента весьма слаба и неубедительна. Я согласился с его мнением и сказал, «Но ведь это так характерно для президента. Вы, наверное, заметили, что он всегда имеет обыкновение весьма неубедительным образом объяснять свои действия. И хотя у него под самым носом торчат превосходные доводы, он их не замечает. Для удаления этого девиза имелась отличная причина. Причина действительно безупречная, ибо этот девиз был лживым. Если наш народ когда-либо и верил в Бога, это время давно прошло. Уже почти полстолетия он верит только в республиканскую партию и в доллар. Я признаю, что делаю утверждение, не приводя никаких доказательств. Я очень сожалею, но такова моя привычка. Я также сожалею, что в этом я не одинок, ибо, по-видимому, этой болезни подвержены все. Приведу пример. Удаление девиза вызвало шумные протесты духовенства. Во всей стране собирались маленькие группы и небольшие общества священнослужителей, и одна из этих маленьких групп, состоящая из 22 священников, выдвинула весьма удивительное заявление, которое не было подкреплено никакими опубликованными статистическими данными и единогласно приняла его в форме резолюции. Это утверждение гласит, что Америка — христианская страна. Ну и что ж, Карнеги, ад ведь тоже христианская страна. Эти священники знают, что поскольку то обстоятельство, что пряма дорога в тесны врата, и лишь немногие, немногие войдут туда, имело своим естественным следствием превращение ада в единственную действительно значительную христианскую общину во Вселенной. Мы этим не хвастаем, а значит, не пристало нам хвастать и гордиться и тем, что Америка — страна христианская, когда всем нам известно, что пять шестых ее населения никоим образом не смогли бы пройти в тесные врата. Продолжение следует... И я перестал.